И снова на дышу час мне с вами поветаться. Мы подъезжаем до Светлогорску. В город молодый, а леса своими традициями. Будем разом долучаться до его культурной и песенной спаджины. Минавито тут наше кае-знаемство. Голоса с певаками, яке спробует одновить и заховать тое, что спевали ихние протки. Ну а по коль познаемся с человеком, яке будет выбирать для себе песню, как выканать ее у сучастном оздоблении. Привет, я Алена Ланская. Сегодня в Светлогорске мы слушаем старинные песни. Для чего? Для того, чтобы я смогла выбрать одну из композиций, которая подойдет мне в новой обработке. Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь. Народилась в Могилеве. Первая адвокация – экономист. Удельница международного конкурса песни «Еуробачение-2013». «Еуробачение-2013» 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 Вернись, вернись, миленький, вернись от дому, вернись, вернись, миленький, вернись от дому. Ой, коли ты не вернешься, поеду с тобой, коли ты не вернешься, поеду с тобой. Ой, ой, вышла за воротики, аж милый день. Светлогорск побудовали на месте, якое количество называлось Шатилки. Иснули несколько версий походжения назвы Шатилки. Одна из них – от слова Шаты. Пригожий и дорогой вопротки, якую носили на святы наши протки. А есть легенда, быцем неколе и шли уздовж березины семь шукальников Шастя. Убачили на березе пригожое место и поселились там. Бывся роди их человек с прозвищем Шатила и гадавалася у его дочка Дзивной Пригожосте. Одного разу звалилась она у вир и пытанула. Засмученный батька сошел с этого места, а с той поры стала называться поселище Шатиловичами. А я же молодёсенька догадалась, эй, за новые воротики исковалась. Я выконываю песни своей вёски, вёска Василёвка, Светлогорского района, на правом березе Березины. В час войны вёску спалили, а песни мы берегли. И в час оккупации, и ховали себя коммунисты были, и они бегали за нами, когда мы шодрыки пели, брали оглобли и бегали за нами, мы в речку убегали. И вот это всё мы передаём. Гуси лебеди плыли, гуси лебеди плыли, воду светло смутили. О, смутили, всколотили воду светленькую, ой, смутили, всколотили воду светленькую. А я молода была, всё ж догадливая, а я молода была, всё ж догадливая. ПЕСНЯ 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 Пока звучат старинные песни, я хочу поделиться своими новостями. Совсем недавно у меня прошел гастрольный тур. Я выступила на фестивале «Новая волна» в Сочи. И, конечно же, я продолжаю записывать новые композиции и удивлять своих поклонников. «Новая волна» в Сочи. 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 ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Следующий на то, что Светлогорск – город досыть молоды, у него есть судовный музей с вельми эксклюзивными экспонатами. Этот наш зал, этнография называется, ну, деревенская такая улица, и здесь все собрано, то, что собиралось на территории нашего района в разные годы. В результате каких-то научных экспедиций, в результате того, что местные жители приносили нам, мы это все собирали. А вот эта хата, она из одной деревни нашего района, деревни Секеричи. Когда в 2009 году мы оформляли экспозицию, родилась мысль сделать сруб настоящего деревенского дома. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ещё есть легенда, откуда Березина взялась. Быцем одной, что под Берозою, что росла против млына за докшицами, свинья рылась и дорылась до водяной жилы. Тады и чухнула рока. Тому и назвали её Березиной. Зараз песни мы выполняем все мои вёски Василёвки. Мы ставили Великодня. Зелёные святки тоже по нашему проекту. И вот песня эта будет спеваться, что скоро вечер. Это как женщины шли из луга. Луга у нас у Василёвцы заливный. Всё она была самая лучшая. Когда привозили в Бобрусь на базар, когда скажут, что с Василёвки, всё становились в чаргу и раскупливали. Всё галашистые. И вот сейчас мы спеваем такую песню «Ой, ти, скоро вечер». «Ой, ти, скоро вечер, дай повечерее». «Ой, ти, скоро вечер, дай повечерее». «Ой, ти, скоро солнце, дай захмару зайде». «Ой, ти, скоро солнце, дай захмару зайде». «Ой, ти, мой милый, дай дамя не приди». Вся Брусь, сегодня мы дослакуемся у самим городе Светлогорска. Будем и долей наталяться с оправданными народными спелами, а сразу после того, как вернемся в Минск и зернем, что отбывается там. Ещё один пример аутентичной и красивой песни. Но я думаю, что для Алёны такой материал не совсем подойдёт, так как она исполняет более динамичное произведение. Поэтому постараемся найти что-нибудь ещё. Привет, это снова Алёна Ланская. И пока звучат композиции, хочу поделиться с вами маленькой тайной. Зачастую мои новые композиции слушает моя кошка Евлампия. Именно она оценивает, подойдёт та или иная песня мне или нет. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В 11 годах випадково трапил на выставу в Минску «Природа и фантазия». Ну, досковый хлопчик. Першая, напевно, были рожки. Кажины рожки отримались, и шебры не могли поверить, что это дерево. Ну, вот, например, такий филин оховывает свою территорию. Делаешь, такий дирижёр. Початку дерева сушится. Сушить можно разными способами. Наприклад, вываривать некольки годин в солёной воде. Другий способ – это закопывать в землю на год. Заворачиваешь в газету и в полиэтиленовый мешок. И каждый день мешок выворачиваешь, а газеты меняешь. И вот она так потиху-потиху-потиху сушится. Ой, кучара моя бероза, я же цыганка молода. Ой, много-много лет шакала, по куль ты мне погадала. Ой, дай мне ручку, дай мне праву, а я на ручку погляжу. Хоть я цыганка молодая, табе всю правду расскажу. Надо было так спевать. Копчули вёстся в Красновке, в Михайловке, в Новой Белесе. И до пары, чтобы пора цех, шоу-гук. А хлопцы тоже, чтобы чули, что песни пеют, значит они уже сбираются и приходят в вёстку. А мы тоже приходим, пью и начинаем спевать и танчать. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Помните, была такая реклама при всём многообразии выбора, другой альтернативы нет. Так и здесь. Песня отлично подходит и по мелодии, и по наполнению для Алены. И я думаю, что мы можем, не замедляя, приступать к написанию аранжировки. ПЕСНЯ Возможно, эта песня станет хитом. Возможно, эта песня будет именно в моём репертуаре. Мне очень понравилось, как над ней поработал Кирилл Ермаков. ПЕСНЯ 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 Добро пожаловать в Казахстан! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...